добрый вечер всем кто к нам присоединился мы сегодня начинаем новую тему на чтение новой книги книги книга которая называется юди фили иудит на иврите книга которая имела совершенно особую судьбу еврейской традиции потому что при том что книга дошла до нас только на греческом языке впоследствии в средневековье на иврите были созданы разного рода переложения по этой книги можно сказать мидраши которые накрепко связали сюжет этой книги с историей маковейского восстания хотя в самой книги нет ни одного слова про маковейское восстание и даже наоборот подчеркивается все это происходит значительно раньше книга это вызывает целый ряд недоумений главное из которых мы увидим уже сегодня на если предыдущих текстах которые мы читали сохранялась некая видимость историческая исторической преемственности исторического нарратива а ну первая маковейская книга вообще как бы вполне исторично во многом вторая маковейская хотя и содержала много сообщений о чудесах тем не менее как бы общий контур исторических событий тоже сохранялся известные нам из других источников и третья маковейская книга хотя в значительной степени легендарно но у нее как мы видели есть некоторая историческая канва которая действительно не придумают а вот книга иудит который мы будем читать там происходит нечто совершенно сногсшибательное смысле истории и географии и это как бы заставляет нас задуматься над тем а чего собственно хотел автор и кто кем был этот автор когда он жил а мы увидим что по поводу книги иудит есть довольно серьезный спор когда в какую эпоху она была создана в этом смысле она удивительным образом представляет собой зеркальное отражение истории с книгой эстер книга эстер написана на иврите с большим количеством арамеизмов и персизмов и акадизмов и тем не менее ведется спор когда была создана эта книга в персидскую или в эллинистическую эпоху есть сторонники более поздней датировки а что касается книги иудит то она как раз таки написана на греческом языке и тем не менее есть целый ряд исследователей которые полагают что она была создана как раз персидскую эпоху а не в эллинистическую но тут надо сразу же отметить мы не будем специально этим вопросом заниматься язык 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 этой книги как я уже сказал она дошла нас до нас на греческом языке она является частью того что называют the greek old testament то есть извод танаха на греческом языке потому что иногда называют термином септуагинта хотя септуагинта это вообще-то говоря термин который обозначает перевод разного рода танахических текстов на греческий язык но в канон александрийских евреев вошли не только переводные тексты но и тексты исходно написанные на греческом как например вторая и третья маковейские книги так вот что касается книги иудит то она дошла это нас по-древнегречески но в ней довольно много гиброизма мы этого не увидим с вами потому что мы будем читать текст не в оригинале а в переводе на русский язык но есть вполне серьезные исследования которые показывают что в этой книге очень много синтаксических конструкций которые явно носят библейский характер то есть ощущение такое что в этой книге был был действительно форлаге был ивритский по некоторым мнениям арамейский оригинал но скорее все таки ивритский вот но так или иначе текст этой книги на иврите или на каком-либо другом ну на иврите или на арамейском найдено не было есть только переводы греческие тексты переводы с греческого языка на другие языки тоже и еще дополнительную вещь которую я хочу сказать качестве преамбулы мы говорили о третьей маковейской книги как об антитезе книги эстер этим завершили в прошлый раз наш разговор так вот книга иудит на мой взгляд тоже является своего рода такой антитезы тоже скрытой полемикой с книгой эстер и в каком-то смысле попыткой вытеснения эстер из лона традиции как и в случае с третьей маковейской книгой это не прошло в результате как раз книга эстер стала частью канона а книга иудит в тот момент когда александрийская еврейская община была уничтожена фактически она перестала быть частью еврейского канона она поскольку поскольку в католическом и в также и в православном ветхом завете есть так называемые дефтероканонические книги она там присутствует книга иудит вот благодаря благодаря собственно этому и сохранилась и дошла на нас вот так вот эта книга тоже повторяю является своего рода антитезой но другой антитезы в центре этой книги будет тоже женский образ женский образ спасительницы но спасительницы совершенно иного рода нежели эстер героиня появится совсем не сразу в книге эстер впрочем героиня тоже появляется не сразу все-таки значительно раньше почти половина книги иудит посвящена событиям предшествующим появлению героини и сегодня мы до героини собственно говоря не дойдем я только хочу уже сейчас намекнуть вам на антитезу содержащуюся в именах наших героинь понятно что имя иудит это имя знаковое символическое то есть нам говорят это иудейка еврейка эстер мало того что скрывает свое происхождение но и имя ее хотя один раз упомянуто в книге эстер и еврейское имя оно забывается да имя адаса как бы тонет а остается только ее персидское имя эстер сегодня может быть кому-то трудно представить себе что эстер на самом деле никакое не еврейское имя а между тем это именно так да в ранней библейскую эпоху вы не найдете людей с такими именами как эстер и мордыхай мордыхай носит вавилонское имя связанное с вавилонским богом мардуком для оформа имя а эстер судя по всему связано с древнеиранским корнем обозначающим звезду я и мы хорошо знаем это из современных индоевропейских языков в частности из английского языка старт это вот тот же самый корень так что имя главной героини мегир от эстер инородная а имя главной героини книги иудит как раз таки кошерное еврейское на это как мы видим не случайно ну пустимся в путь если у вас не возникло сразу по ходу дела каких-то вопросов когда можно вот перед тем как я сейчас открываю файл перед вами если есть уже какие то вопросы то их можно задать сразу нет мы начнем с вами читать это перевод взятый с синодальный перевод книги иудит вот соответственно и транслитерация такая же и вот что тут говорится уже первая фраза повергает нас в изумление двенадцатый год царствования на ухода носора царствовавшего над ассирия на великом городе ниневии во дни арфаксада который царствовал над медианами в иконатанах начнем с на ухода носа а мы знаем на ухода носора царь бавилона очевидно как будет ясно из дальнейшего имеется ввиду на ухода носа второй знаменитый на ухода носа фактически основатель нового вилонского царства тот самый который разрушил иерусалим иерусалимский храм пятьсот восемьдесят шестом году до новой эры вот только никогда он не царствовал великому городе ниневии потому что города этого уже фактически в этот момент не существовало ниневия была столицей ассирийского царства начиная со времен синахириба который царствовал в конце восьмого начале седьмого веков до новой эры это тот самый синахириб который в свое время осадил в торгсе в иудею когда иудейский царь хискияу поднял против него восстание он в торгсе в иудею предал ее огню и мечу захватил вторую по значению в то время иудейский город лахиш и осадил иерусалим и танах рассказывает об известной чудесной истории как бог поразил с помощью ангела губителя ассирийское войско которое было было вынуждено отступить так или иначе именно синахириб создал перенес столицу вот этот город нинвэ где впоследствии была найдена большая библиотека внука шорба непала на ухудоносор даже если можно сказать в переносном смысле царствовал над ассирийцами поскольку ассирийцы как государство в то время не существовали а довольно стремительно стали ассимилироваться после уничтожения ассирийской империи но однозначно он не царствовал над ними великом городе нинвэ да тут как бы автор допускает какую-то первую странную историческую ошибку понятно почему нинвэ и рагдолла она называется этот город так называется в книге юна и книга берешит тоже упоминает величие нинвэ да то есть нинвэ это город который подобно вавилону славился славился как мы в основном отрицательно среди и евреев есть пророк пророческая книга в это автанахи книга пророка нахума которая целиком полностью посвящена падению нинвэ это произошло в 612 году до новой эры это фактически после этого ассирийская империя продолжала существовать совсем мало лет теперь следующее что здесь написано арфаксады или он же судя по всему арфакшан который вообще говоря известен нам из-за из-за книги берешит как там где рассказывается о сыновьях ноаха которых пошли разные народы вот то в частности частности говорится о том что сейчас мы найдем это место секунду да вот арфаксад был потомкам шэма согласно книге берешит бнэйшем как тут сказано эйлам ве ашкур ве арпахшад ве любве арам чтобы не значил луд это отдельная история но здесь как бы упоминается действительно два хорошо известных нам восточно-семитских народа прошу прощения один восточно-семитский один иранский на эйлам и ашур западно-семитский арам луд неизвестен кто такой арпахшад мы не знаем во всяком случае он здесь появляется этот арпахшад о том чтобы он был царем мидии мы не знаем такой информации для нас не дошло ниоткуда и такое ощущение что наш автор берет этого арпахшада достаточно произвольно из книги берешит поскольку он так или иначе связан с ираном значит мидия это реально находится рядом с эйламом это иран территория современного ирана и вот он его делает царем мидии в ботанах ботаны это вполне реальное место это столица медийского царства а впоследствии южная резиденция персидских царей после того как кир завоевал на иврите называется ахмета упомянута в книге эзры там согласно книге эзры был найден старый архив кира а вот и и любопытно что на выхода носа здесь оказывается современником вот этого арфаксада и они каких-то определенных отношениях друг с другом и сейчас увидим в каких на действительно надо отметить что общем между вавилоном и мидией было то что они вдвоем фактически свалили ассирийскую империю они заключили союз мидия и вавилон и привели к уничтожению ассирийской империи по некоторым мнениям в этом участвовали еще и скифы вот у нас есть об этом сообщение из вавилонской хроники вот дальше тут есть некоторое отступление смысл которого в общем от нас ускользает рассказывает видимо для того чтобы показать что их батаны это город не не хилы как тут говорится и построил вот этот самый арфаксад арфаксад вокруг их батан стены естественных камней шириною в три локтя длиною в шесть локтей и сделал высоту стены в 70 а ширину в 50 локтей в общем такие основательные размеры и поставил над воротами башни во 100 локтей имевшие в основании до 60 локтей ширины тут на самом деле судя по всему все эти размеры произвольные преувеличены некоторые носят явно типологический характер такие как три семьдесят пятьдесят сто это числа которые как бы и в библейских текстах и вообще на ближнем востоке воспринимались как числа обозначающий определенную целостность а ворота построены им для выхода сильных войск его и для строя в пехоту его поднимались в высоту на 70 локтей а ширину имели в 40 локтей да то есть он повторяет все эти числа и очевидно очевидно что он как бы хочет показать что эти ботаны были действительно такой серьезной крепостью которую нелегко было взять и вот он говорит те дни царь на ухода носор предпринял войну против вот этого царя арбах сада на великой равнине которая в пределах равва значит что это за что это за долина как тут сказано в пределах равва мы на самом деле мы на самом деле не знаем на собственно на греческом языке здесь написано раган некоторые отождествляют эту рагу с каким тоже с большим городом который находился недалеко от ботан во всяком случае между ними конфликт теперь мы знаем о том что сначала как я уже и сказал бавилон и медиа заключили между собой союз и никаких конфликтов между ними не было и конфликты если и начались когда они стали делить между они были фактически они заключили между собой договор о разделении ближнего востока да немножко звучит похоже на известный договор между молотова риббентропа а вот они так разделили территории вот и как бы вообще говоря не воевали конфликты уже начались после смерти нам худоносора конфликты действительно были но они не носили тотального характера то есть то что здесь будет рассказываться очевидно не соответствует исторической действительности вот он нам тут говорит к нему собрались но уходоносору все живущие на горной стране и все живущие при фрате тигре и и до списе значит этот и до спис тоже на самом деле до конца не понятно что это такое в общем никто из комментаторов точно не знает о какой реке здесь идет речь а также сравнены сравнены ариох царь или мейский значит или мейский или мейский это судя по всему и лам теперь нам опять же не неизвестно ни о каком царе ариохи из и лам но зато если мы снова откроем книгу берешит мы обнаружим в 14 главе где рассказывается о войне восточных царей с царями ханаана той войне в котором результате согласно книге берешит участвует абраам так вот там говорится о том что эти восточные цари и кто они были амарфель мэлэх шин ар ариох мэлэх эль сар кадар ломер мэлэх эйлам в тид аль мэлэх гуин то есть там появляется как имя ариох так и обозначение и лам правда в книге берешит царем элама является кадар ломер во время как ариох является царем не очень ясного места и не очень ясного царства под названием эласа судя по всему и здесь автор книги иудит очень вольно обращается с текстом книги берешит и сливает вместе два этих как бы имени один топонима другое имя собственное царя вот и сошлись очень многие народы в ополчении сынов хелиуда опять же мы здесь сталкиваемся с названием у которого нет объяснения никто толком точно не знает что это за хелиуд или халуд поэтому мы уже вот этих шести стихах сталкиваемся с двумя явлениями одно явление это какие-то очень странные фокусы с историей а другое явление смешивание разных географических и собственных наименований и использование каких-то совершенно неясных имен возможно даже придуманных самим автором этого не знаем и послал нам худоноса царь и сирийский ко всем живущим в персии и ко всем живущим на западе живущим в килики и дамаске ливане анти ливане и ко всем живущим на передней стороне приморья и между народами кармель и гелада и верхней галилеи на великой равнине как тут написано из дрелон имеется ввиду имеется ввиду долина израильская то есть что тут собственно говоря происходит значит он посылает в раз по всем весям на ухудоноса собирать все войско против царя мидии на как персам так и персия это естественно на востоке ко всем живущим также на западе и ликия это малая азия известное царство персидскую и в эллинистическую эпоху дамаск понятно это рам ливан и анти ливан это географические названия собственно говоря горные гряды и ко всем живущим на передней стороне приморья видимо имеются ввиду у острова эйгейского моря или же финикинцы а также народы что за народы трудно понять потому что это уже территория территория прежнего израиля согласно тому что мы знаем как из тонаха так и из других источников в частности ассирийских источников то туда были после уничтожения израильского царства переселены люди из восточных провинций ассирийской империи и в общем они смешались с местным населением получилась такая гремучая смесь которая потом всплывет и по крайней мере некоторые из представителей этого населения потом станут ядром будущих самаритян вот тут упоминается кармель прошу прощения тут упоминается гил-ад это как запад так и восток и ордана и ордана верхней галилея и и чуть южнее собственно и и долина израильской ко всем живущим самарии мы постепенно спускаемся на юг в городах и и за орданом до иерусалима дальше начинаются опять очень странные имена часть из них нам знакома часть из них нам не знакома значит такие названия как бейт вот то что здесь называется битании либо это но известно из книги иошуа хелла то что здесь называется это судя по всему халкуль тоже из книги иошуа известен город на территории колена иуды вот что касается кадыша и кадыш а кадис кадыш то не очень понятно что это поскольку тут мы спускаемся на юг то понятно что это не кадыш не кадыш нафтали не северная точка а южная может быть кадыш барне а точка упомянутая в торе река египетская то есть вплоть до границы египта а также упоминается здесь также упоминается здесь тахпан хэс и рамс с тахпан хэс это одна из точек нижнего египта около дельты а рамсеста просто дельта и во всей земле гошин та самая земля гошин который нам известны истории та часть ее которую населили согласно опять же торе и евреи и до входа как тут написано верхний тонис собственно судя по всему за этим тонисом греческом тексте скрывается город со он известный нам историй египетский город со он и мемфис это собственно то что на иврите называется мов и ко всем живущим в египте до входа в пределы эфиопии точнее нубии а вот короче говоря куда носор послал от крайнего востока своего царства до крайнего запада своего царства нам не известно о том чтобы на куда носор завоевал египет хотя есть то есть неизвестно достоверно о том чтобы на куда носор завоевал египет хотя есть источники которые в этом рассказывают частности об этом рассказывает и оси флавий но мы точно знаем что куда носор пытался вторгнуться в египет но увенчалось ли это успехом или нет мы не знаем так вот все обитавшие во всей этой земле презрели слова ассирийского царя на ухода носора снова называется здесь сирийским ценам хотя он так не назывался ни в одной вавилонской хроники он назывался либо царем вавилона либо царем аккада это было его обозначение и не собрались к нему на войну потому что они не боялись его но он был для них как один из них они отослали от себя его послов ни с чем в бесчестии на ухода носор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим отомстить всем пределам килики дамаска и сирии мечом своему мертвить всех живущих в земле муава здесь заодно появляются известные нам народы истанаха то есть мы смешиваем здесь все народы вместе и сынов омона и всю иудею и всех обитающих в египте до входа в пределы двух морей каких морей тоже точно непонятно может быть имеется ввиду средиземное и тростниковое море красное море а может быть какие-то рукава дельты нила не очень понятно во всяком случае не такой такого рода истории касательно на ухода носора до нас не дошло а то есть опять же автор книги иудит представляет нам полный эксклюзив на куда нос отходил с разными карательными походами в начале своего царствования но вот то что описывается здесь ничего подобного нам не известно и отсюда как бы могут быть сделаны несколько разных выводов мы еще и дальше будем обсуждать один вывод что он просто все придумали это одна один вариант то что вошло в заголовок наши силы сегодняшнего занятия другой вывод что это камуфляж что за фигурой на ухода носа раскрывается кто-то другой ну кто на этот вопрос мы попытаемся в дальнейшем ответить если действительно так совершенно очевидно и в семнадцатый год своего царства и он ополчился со своим войском против царя арфаксада и одолел его в сражении обратил в бегство все войско арфаксада всю конницу его и все колесницы его опять же если кто и одолел медийцев то это кир великий который действительно в пятьсот пятидесятом году до новой эры захватил мидию и включил ее в состав своего царства но опять же про кира не рассказывается каких-то восстаниях связанных с его войной с мидией потому что все что под последствием кир делал на западе это было уже после поражения мидии и овладел городами его дошел до их ботан занял укрепление опустошил улицы города и красоту его обратил в позор арфаксада схватил на горах ради вот этого радова опять же не знаем точно что это за место и пронзив его копьем своим в тот же день погубил мы знаем что последним царем мидии было стяг вовсе не арфаксад который был кстати говоря дедом кир и кирова вовсе не убивал не пронзал его копьем уж тем более этого не делал худоноса потом пошел назад со своими в ниневию он и все союзники его как мы знаем повторяю столицей на худоноса был вавилона вовсе не ниневия весьма многое множество ратных мужей там он отдыхал и пировал свойством своим сто двадцать дней опять же число разумеется знаковое число символическое опять таки обозначающая целостность и собственно говоря не раз встречаем не раз встречаем число двенадцатикратное ему в разных контекстах так вот и здесь дальше начинается вторая голова восемнадцатом году а как бы он идет последовательно как будто пишет как будто пишет царскую хронику на как будто бы вот идет год за годом восемнадцатом году 22 22 день первого месяца интересно что он использует не название месяцев а их нумерацию так как это принято автанахи в торе да то есть когда он опять же опирается на образцы торы последовало в доме на ухудоноса царя сирийского повеления совершить как он сказал отомщение по всей земле созвал всех служителей всех сановников своих он открыл им тайну своего намерения и своими устами определил всякое зло той земле и они решили погубить всех кто не повиновался слову уст его по окончании своего совещания на ухудоноса царя сирийский призвал главного вождя войска своего алаферна который был вторым парнем и сказал а также точно как при хашвироши есть аман второй человек так вот здесь есть алаферн что любопытно что имя алаферн имя персидская но не вавилонская и и нам известен персонаж по имени с подобным именем араферн из который был полководцем у персидского царя артаксеркса третьего оха это четвертом веке до новой эры значительно позже того что здесь есть то есть мы видим опять какую-то странную смесь почему полководца вавилонского царя зовут персидскими поздний персидский так говорит великий царь господин всей земли вот ты пойдешь от лица моего и возьмешь с собой у мужей у мужей уверенных своей силе пеших 120 тысяч опять какие-то баснословные цифры опять же кратный символическим числам и множество коней с 12 опять же тысячами всадников и выйдешь против всей земли на западе за то что не повиновались но уст моих и объявишь им чтобы они приготовляли землю и воду потому что я с гневом выйду на них покрою все лицо земли их ногами войска моего и придам ему их на восхищение исходя из того что нам известно из греческих историков в том числе из геродота вот этот обычай в знак пленения приносить прах и воду той земли которая бы захвачена царем это обычай персидский это обычай персидский не не вавилонский то есть опять тут какие-то странные детали скорее из персидской эпохи и объявишь им чтобы до долгие потоки наполнится их раненными река запруженная трупами их переполнится и опленных и их я рассею по концам всей земли и так угроза ты же отправившись завладей для меня всеми пределами которые сами сдадутся тебе тех ты сохрани до дня обличения их они покорных да не пощадит глаз твой придавай их смерти и разграблению по всей земле ибо живья и крепко царство моего что сказал то сделаю моей рукой не приступи же ни в чем слов господина твоего но непременно исполни как я приказал тебе и немедли исполнение аллаферн выйдя от лица господина своего пригласил к себе всех сановников полководцев и начальников войска сирийского снова войска сирийского не вавилонского а то есть как бы опять же вроде как идет какое-то историческое оповествование но при этом совершенно абсурдные детали отсчитал для сражения отборных мужей как поверел ему господина 120 тысяч иконных стрелков 12 тысяч и привел в такой порядок каким строится войско идущее на сражение он взял весьма много верблюдов ослов и мулов для обоза их а овец валов и коз для продовольствия их без числа и много пищи для всех и очень много золота и серебря из царского дома и выступил в поход со всем войском своим чтобы предварить царяного худоносора и покрыть все лицо земли на западе колесницами конницу и отборную пехотой и с ним вышли союзники в таком множестве как саранча на такой библейский библейский образ который очень часто обозначает множество врагов которых не счесть на вот они они как саранча покрывают собой покрывают собой всю землю и как песок земной потому что от множества не было еще то им и они три дня пройдя путь трех дней от неневии до передней стороны равнины бектелев они поворотили от бектелев а близ горы езжащие по левую сторону верхней килики значит мы не знаем что за долина бектелев некоторые считают что это придуманное слово связанное с глаголом каталь убивать там где будут там где убивают но в любом случае понятно что под тем временам от территории вавилона ассирии и до малой азии невозможно было пройти за три дня на это слишком мало это просто такой такой супер марш бросок которая трудно себе представить и когда речь идет о столь огромной армии понятно что три дня это тоже символическое число мамы его часто встречаем и в танахе тоже в течение трех дней происходит что-то оттуда взяв все войско свое пеших и конных и колесницы свое он отправился в нагорную страну разбил удян и лудян и разграбил всех сынов россиса и сынов исмаила живших пустыни на юг земле земле хелионской нам и здесь снова сталкиваемся со странными названиями что касается путь и луд это это народы которые с одной стороны опять-таки упоминаются все в той же генеалогической таблице и решит только это уже потомки хама 3 одного из третьего сына ноха 3 2 зависит от того как считать вот там говорится что у хама в ней хам куш митраем путь ух на нын и куш там дальше продолжается и чуть ниже сейчас я сходу не нахожу ну где-то а вот египет дарма 4 гиппеды путь это дети хама а ребенком детьми египта митраема являются лудийцы руки лудийцы мы точно не знаем значит тут обычно считают что это левицы лудийцы видимо какой-то народ близкий к ним они появляются часто в паре в пророческих текстах книги ирмия у книги хискеля значит теперь что за россии мы понятия не имеем кто это такие россии сыновья российца может быть тоже какие-то кочевники как и сыновья ишмаэля которые живут в пустыне на юг земле хелионской опять же мы совершенно не знаю что за земля хелионская что ниоткуда больше нам это не известно потом переправившись через эфрат он прошел месопотамию собственно говоря прошел то что называется арам на арай месопотамию и разрушил хотя на самом деле как бы в этом смысле и и сама сирия и вавилон они являются частью месопотамии и частью междуречия и и разрушил все высокие города при потоке аврони до входа в море опять же мы не знаем что за поток такой врон море видимо средиземное заняв пределы килики это уже это уже малая азия он избил всех противо оставших ему пройдя до пределов ефета то есть фактически до видимо имеется ввиду до начала островов гейского моря лежащий к югу на передней стороне аравии как он это себе эту географию представляет не очень понятно но некоторые читают здесь не так что это на юге напротив аравии а то есть как бы более или менее на той же широте что тоже не точно но как бы видимо хочет сказать что вот он дошел до этих краев обошел кругом всех сынов медиана выжиг жилища их разграбил стадо их это опять удивительная подробность никакого медиана уже в это время но опять же какое такое да значит последние сведения о медиане мы получаем на самом деле в ассирийскую эпоху он действительно навыкуда носор называется здесь ассирийским царем но сам то он на самом деле царь вавилон и никакого медиана собственно уже в это время нет то есть опять же наш автор мешает все в одну кучу потом спустился на равнину дамаска значит он как бы отправился на север во время жатвы пшеницы выжиг все невы отдал на истребление стада овец и валов разграбил города их опустошил их поля и сбил всех юношей островом меча страх и ужас напал на жителей приморской страны обитавших в седоне и тире то есть фики на жителей сура суры и окины и опять же опять же мы не знаем толком что за ссор и окина некоторые считают что акина это ако тогда ссор возможно это то же самое что и тир то есть цор и на всех жителей емна ана то есть видимо явны который тоже в ту пору был известным финикийским центром и все обитатели азота и аскалона сильно испугались его это уже филистия альдот и ашкелон короче говоря алферн исполнил все что потребовал от него царь на ухудоноса третья глава я просто спешу дойти до 4 потому что он будет интересно тоже очень момент очень странно и и послали к нему вестникам с таким мирным предложением они сдаются вот мы рабы великого царя на ухудоноса повергаемся перед тобою делай с нами что тебе угодно вот перед тобой и селение наше и все места наши и все нивы с пшеницу и стада овец и валов и все строения наших жилищ употребляй их как пожелаешь вот и города наши обитающие в них рабы твои иди и поступай с ними как будет глазам твоего года полная капитуляция и пришли к аллаферну мужи передали ему эти слова когда он пришел в приморскую страну с войском своим окружил высокие города стражей и взял из них отборных мужей в соратники себе опять же мы до конца не понимаем что здесь подразумевается под приморской страной значит возможно опять же подразумевается здесь как бы граница с греками и они вся крестность их приняли его свинками ликами тимпанами он же разорил все высоты вырубил рощи ему приказано было истребить всех богов той земли чтобы все народы служили одному новоходоносору и все языки и все племена их призывали его как бога надо отметить что это тоже очень странная деталь на значит тора приказывает уничтожать все языческие аксессуары все предметы языческого культа вот ровно так как это здесь описано разорять их святилища их святые рощи истреблять всех истуканов богов но это тора приказывает потому что тора не признает последствии как известно римляне называли евреев атеистами потому что они признают не уважают чужих богов а значит ожидать от такой прыти от новоходоносора очень странно за всю историю язычества был только один случай хорошо документированы когда нечто подобное происходило это происходило в четырнадцатом веке до новой эры в древнем египте когда а мелхотеп четвертый он же их на тон произвел религиозную реформу и уничтожал изображение всех других богов кроме атона бога солнечного диска вот ничего друг подобного больше не было теперь на входа носор богом себя не объявлял ничего опять же подобного нет он был представителем бога и представителем эвайлонских богов но никак не богом богами себе объявляли помимо египетских фараонов более позднюю эпоху мы знаем об этом богами себя объявляли эллинистические цари а потом римские цезарь там действительно происходило как бы вот это обожествление вот а здесь это сделано видимо для того чтобы показать что на этот в этой связи что автор наш опирается на определенную традицию ибо так понимали роль некоторых языческих царей еврейские пророки так пророк и шаяу сына моца считал что ассирийские цари в первую очередь синахириб видят себя в себе богов хотя они себе этого никогда не говорили но они видят себе богов и в мысли противостоят богу израиля и бог израиля должен их не спровергнуть эту традицию видимо наш автор наследует здесь дальше здесь говорится что когда тут как бы сама транслитерация очень странно но придя к эсдрилону имеется ввиду опять же долина израэль близко к дотей дотей это видимо дотан дотан упомянутый в торе в книге решит который находится недалеко от шхема то есть мы как бы спускаемся опять же севера на юг а он поднялся на север сначала завоевал юг потом поднялся на север теперь снова возвращается к югу и таким образом и таким образом оказывается рядом с фактически уже с границами израиля и он расположился лагерем между неким местом гавайи и городом скифов но это перевод на надо понимать до перевод действительно по-гречески написано скитопа скитополис что такое скитополис это байчан так греческую эпоху назывался этот год и поскольку данном случае греческий текст книги иудит именно это название приводит очевидно что наш автор знак именно греческое название этого города а то есть мы находимся в каком-то просто калейдоскопе времен да он нам подает время ассирии вавилона при этом какие-то детали из персидской эпохи и детали эпохи греческой и вот он там находится целый месяц чтобы собрать весь обоз своего войска значит что собственно такое говоря девай мы точно не знаем опять же вот и здесь мы доходим наконец-то точим мы сегодня завершим наше обсуждение мы находим но евреев да три главы в которой евреи фактически ну иудея в одном стихе было упомянуто но вообще до евреев дело пока не доходило и вот наконец мы дошли сыны израиля жившие в иудее от используется термин тор и бне и сраэль но при этом речь идет об иудее услышав обо всем что сделал с народами алаферан военачальника сирийского целяна ухудоноса и как разграбил он все святилища их отдал их на уничтожение очень-очень испугались его и трепетали за иерусалиме храм господа бога своего пока вроде ничего а все действительно танахи описано в книге ирмия у как то как когда на ухудоноса завоевала шкелон в 604 году до новой эры то судя по всему иерусалиме объявили пост поскольку опасались что иерусалим следующий на очереди но следующий стих повергает нас просто в смятение и обрушивает все ожидать потому что недавно возвратились они из плена недавно весь народ иудейский собрался и освещены от со сквернения сосуды жертвенники дом господин и мы с изумлением спрашиваем как так недавно возвратились если речь идет об эпохе на ухудоноса ра то плен то еще не было собственно на ухудоноса завоевал иудеи разрушил иерусалим иерусалимский кран и увел народ в плен а здесь говорится что они недавно возвратились из плена то есть уже в персидскую эпоху и освещены от осквернения сосуды жертвенники дом господин что касается образа освещения от осквернения сосудов жертвенника и дома господня это уже не столько с персидской эпохой сопрягается сколько с греческой потому что собственно персидскую эпоху все строится заново не освещается строится заново новый храм создается во времена дарья первого дарья великого а освещаются от осквернения как раз в эпоху маковейского восстания когда иуда входит в иерусалим он действительно освещает вам очищает от оскверения правда жертвенник разрушает ну в общем здесь как бы мы доходим до некоторой только на некоторые точки экстремума всего этого истории исторического обыскать абсурда да то есть тут уже автор автора зашкалило а то есть так уже смешать времена это надо было постараться и мы в общем перестаем вообще понимать в каком времени мы находимся опять же как бы возникает вопрос он не понимает не знает он вообще не ориентируется в истории то есть он как бы создает псевдо зара исходно псевдоисторическое повествование поскольку он совершенно не ориентируется в том что написано или это какой-то в самом деле исторический камуфляж и он кого-то маскирует образом но куда носа и всем что он описывает но все равно странно почему он не соблюдает какие-то элементарные правила исторического исторической преемственности хронологической все это непонятно вот и и здесь сокрыто что-то другое мы как бы не знаем не знаем и тут говорится они послали во все пределы иудеи самаре и иконии понятия не имеем что законе что такое самаре мы конечно хорошо знает на провинция самарея в свое время центрами и был шумрон город столица царей израиля начиная с династии умри ахава ветер он это бейт хорон хорошо известное на место уже иудея ба-бель-мен это судя по всему боль мы он тоже место известное нам и станаха в иудеи ерихо хова хова и как тут написано и ссора или судя по всему езер тоже поразительно хова появляется в танахе только один раз как место которое находится рядом с дамаском это опять же возвращает нас ту самую 14 главу книги береши где описывается война между царями и там авраам преследует царей вот как бы как раз до этого самого места написано в ир дефем от хова ашер мисмоль на дамаск да он преследовал их до места называемого хова которая к северу от дамаска никакой другой ховы мы не знаем может и было но по крайней мере как бы опять же калейдоскоп продолжается если ссор это как предполагают и я и зар то это вообще город за иордании эта территория му ама то есть когда опять все все перед нами перемешивается вель и в равнину солимскую что за равнина солимская как-то связано с иерусалимом возможно непонятно но там не равнина все может быть имеется ввиду может быть на хальки дрон непонятно заняли все вершины высоких гор оградили стенами находящиеся на них население отложили запасы хлеба на случай войны так как него их недавно были сжаты а великий священник йоаким бывший все дни в иерусалиме написал жителям витину и витамисфема лежащего против издрилона на передней стороне равнины близкой до файму он же дотан опять же нам известны династии первосвященников и станаха и из иосифа флавия священника по имени аким там нет он нам ниоткуда больше не известен и и единственный йоаким который нам известен это царь его яким который действительно жил во времена царяного худоносора царь иудеи который сначала был его вассалом а потом вас стал против него это был судя собственно говоря один из последних царей иудеи здесь он превращается священником который находится в иерусалиме он пишет письма жителям как тут написано бетинуя или бейты но об этом городе мы будем говорить отдельно потому что он будет центральным центральной точкой будущего повествования поэтому мы отдельно о нем поговорим что это может быть такое и как тут сказано ведь мисс неизвестная собственно говоря откуда бы то ни было из другого места из другого источника места которая как тут сказано находится против долины израиль опять же близко к дотану дотану или дотайну и вот он говорит чтобы они заняли восходы в нагорную страну потому что через них был вход в иудео и легко было им воспрепятствовать приходящим так как тесен был проход даже для двух человек а эта деталь хорошо известная нам красоса маковейских восстаний на именно так и действовал иуда маковей он среди расщелин а это описывается 1 2 маковейских книг книгах встречал греков армию селевкинов и разбивал именно потому что там невозможно было пройти сыны израиля поступили так как велел им великий священник еваким и старейшину всего народа израиля прибывающий в иерусалиме и с великим усердием возопили к богу всему же израиле смирили души свои с великим усердием здесь мы видим то же самое что и в третьей маковейской книги в отличие от книги эстер молитва молитва и пост которая проговаривается совершенно ясным образом да они обращаются к богу они жены их и дети их и скоты всякие пришелец и наемники купленные за серебро наложили вредище на чесла свои то что в книге эстер только между строк намекается деврей за кот деврей цомотвы за котам на и говорится о том что эстер постится и просит поститься народ евреев шошана но при этом бог не упоминается здесь да и всякий муж израильский всякая жена и дети и жители иерусалима пали перед храмом посыпали пеплом свои головы разослали перед господом свои вредище облекли жертвы никого вредище и прилежно единодушно взывали к богу израилеву чтобы он на радость язычникам не предал детей их на расхищение жён их на добычу городов наследие их на разорение святыник на осквернение и поругание вот это описание очень напоминает нам описание из второй и третьей маковейской книг мы не знаем такого рода подробных описаний траура из более ранних источников мы знаем такого рода описание из источников эллинистической римской эпохи а потом и из раввинистических источников тоже и господь услышал голос их и презрел на скорби их и во всей иудеи и иерусалиме народ много дней постился перед святилищем господа вседержителя а еваким великие священники все предстоящие перед господом священники служители его припояса вретящим чесла свои приносили непрестанные всесожжения обеты и проходные дары народа на кедарах их был пепел то есть на них головных уборах и они от всей силы вызывали господу чтобы он посетил милостью весь дом израиль а то есть вот мы здесь доходим до некой точки а и я снова повторю значит это соединяет наш текст очень ясной связью с книгами эпохи эллинистической с такими как маковейские книги поэтому мечтаем сейчас не будет потому что как я постараюсь вам показать дальнейшем на мой по крайней мере взгляд эта книга создана была в эллинистическую эпоху в эпоху хасмонейскую и вот ровно такое описать такие описания нам знакомы и они каждый раз приходят про и появляется перед тем как ожидается страшное святатарство разорения храма в иерусалиме ну вот здесь мы поставим с вами точку мы дошли до пятой главы а повторю героиня появится только лишь в восьмой главе но в следующий раз уже дойдем до я надеюсь до героини вот сейчас самое время задать вопросы если они есть вопросы замечания если вопросы и замечания пожалуйста не очень слышно алекс мы вас слушаем что разрушил так все жертвенные места рощи и прочее это должно было бесконечно ко всему там чисто историческим как почему это должно быть такое воспринимать так негативно вот со стороны вот всех так сказать предположительно какие как как еврейская . это как бы разрушение язычества потому что он себя объявляет богом согласно этому этому тексту он же почему это уничтожает на что совершенно не свойственно вообще то есть с контакт физически визить вплоть до общем достаточно поздних времен что было свойственно языческим культурам им было свойственно с одной стороны терпимость другой стороны некая иерархия если один народ побеждал другой то это значит что на бог того народа унижен его как правило не уничтожали и убрали в плен и увозили в столицу победивших ставили там в качестве почетного трофея храме победившего бога значит вот такого рода вещи бывают а здесь то что описывается это что-то очень не свойственная до этой культуре когда он уничтожает просто уничтожает в соответствии с как бы так как описывается в торе все предметы и культов но делает он это не из благочестия естественно а потому что он сам себя объявляет богом здесь еще вопросы замечания уважаемые слушатели что-то еще осталось непроясненным пока то есть много осталось непроясненным можно вопрос а пожалуйста как как вот такие несовпадения исторических дат соизмеряются вот тем что вот эта книга написана и она в общем то но непонятно вот кто ее писал как писал и почему не сходятся такие параметры как ну достаточно большие но учению как этот ноль как с этим делом обращаются вот исследователи ну как бы мы постепенно к этому подойдем то есть я собираюсь по ходу постепенно по ходу чтения давать свое объяснение тому что здесь происходит но я думаю независимо от исследователей что одна из причин одна из причин эта причина необходимая но не нет но недостаточно одна из причин почему эта книга все-таки не была принята в библейский канон поскольку написано было все-таки на иврите а не по-гречески я но она не была принята в канон книг это вот это скандальная путаница с истории географии то есть до такой степени как бы мы нигде такого не находим да это как бы переходит все возможные границы почему это то чего хотел собственно говоря автор вот об этом мы будем говорить дальше мы тогда будем читать книгу постепенно будет проясняться его замысел это не ошибка не ошибка но это конечно с исторической точки зрения это явная ошибка то есть все что он тут пишет это сплошная фантазия не но ты говоришь что это будет проясняться почему будет проясняться замысел автора замысел автора не не то чтобы вдруг выяснится что все правильно и и на самом деле никакой ошибки нет все что он здесь описывает исторически да это одна сплошная фантазия такого в принципе быть не могло с первой строчки и вот до до пятой главы до которые мы дочитали сплошные несостыковки понятно спасибо пожалуйста саша еще вопросы замечания друзья ну если вопросов нет так мы тогда будем завершать сегодня окей ну хорошо тогда всем спасибо спасибо в конце нашего разговора в этой книги я вам как бы порекомендую собственную статью которую я в этой книге написал потом доход дойдем до этого я скажу где она пришлешь мне плиз линк либо текст и я помогла публиковать она я просто хочу это оставить надоед я понял да да конечно конечно хорошо все тогда всем счастливого до свидания псорото пока спасибо всем большое до псорото вот и до свидания пока